Народ, всем привет! Сегодня предлагаю посмотреть на действительно интересное геймерское решение от бренда Pantheon. И если кто-то из вас думает, что купить в наше время хорошую, качественную, красивую и недорогую игровую периферию это невозможно, то спешу вас обрадовать. Это вполне реально. Но давайте обо всем по порядку, не будем тянуть. Погнали! Итак, сегодня мы с вами, друзья, рассмотрим такие игровые аксессуары, как мышь Pantheon PS150 Pro, наушники GHZ800 Pro, игровой K-Pad T7 Limited Edition и игровой коврик GP56SL. И знаете, когда я начал смотреть, сколько это все стоит, я, честно говоря, был немного удивлен. Вот для примера, эта мышка стоит всего лишь 2300 рублей, при этом тут отличный функционал. Я начал искать, в чем тут подвох, на чем тут, так сказать, сэкономили. И, честно говоря, я его тут не нашел. Не, ну серьезно, если вдруг мне не верите, можете почитать отзывы на Озоне. Там люди вообще просто в восторге. Для тех, кто вдруг не знает, бренд Pantheon появился 5 лет назад. Философией бренда стала создать максимально крутые и функциональные продукты по доступным ценам. И сразу забегая вперед, у них это действительно получилось. В компании создают реально крутые и качественные игровые решения, а не просто какую-то светящуюся мышку или клавиатуру с офисным функционалом. Сборка и материалы игровых девайсов выполнены очень качественно. Компания тщательно подходит к выбору технического решения. Модель сенсора, линзы, качество плат, свечей, ну и так далее. И поэтому уровень качества игровой периферии Pantheon сопоставим с крупными брендами. При этом сами устройства стоят в 2, а то даже и в 3 раза дешевле. Это означает, что купить их может практически любой пользователь, а не только какие-то состоятельные геймеры. Ну а сейчас, друзья, давайте рассмотрим каждое из этих устройств по раздельности, чтобы каждый из вас, возможно, мог выбрать что-то для себя. И начнем мы, друзья, с игровой гарнитуры с виртуальным объемным звуком 7.1 Pantheon GHP800 Pro. Сразу могу вам сказать, что гарнитура у нас не новая. Она отлично продается на российском рынке уже более трех лет. И за это время набрала много положительных отзывов от геймеров. Все дело в хорошей конструкции и вполне оптимальных по качеству материалах. Тут используются очень мягкие амбишуры из эко-кожи. Имеется мягкая вставка в оголовье. И когда вы одеваете эти наушники, они не давят, а вполне аккуратно сидят на ушах. Голова после длительных посиделок у вас не болит, а уши не преют. Также эти наушники можно отлично отрегулировать по своим размерам головы. Они регулируются по высоте и по горизонтальной плоскости. Поэтому если вы вдруг во время игры будете нагибаться в свой нижний шкафчик зачем-то, поворачиваться, вставать или еще что-то делать, то они не будут такими деревянными. А очень удобно будет сидеть на вашей голове. Это еще, кстати, позволит вам удобно хранить и транспортировать наушники в таком состоянии. Сейчас же знаете, как бывает? Я реально сейчас не шучу, но некоторые люди не имеют своего компьютера и покупают свои игровые аксессуары. Такие как мышки, клавиатуры, гарнитуры. Потом ходят в игровые клубы. И чтобы заново в играх не привыкать к этой всей игровой периферии, которая там стоит, просят подключить именно свои девайсы. Это реально факт. При подключении наушников к компьютеру у них загорается прикольная эффектная подсветка. Наушники со стороны смотрятся прям профессионально. Тут используется регулируемый микрофон. Его можно поднять, убрать, в общем, отрегулировать так, как вам будет удобно. На проводе имеется пульт управления. Тут можно отрегулировать громкость наушников, включить либо выключить звук микрофона. Есть управление виброоткликом. Имеется два режима плюс отключения. Также можно включить либо выключить подсветку. Теперь что по поводу звука. Как я уже говорил не раз в своих видео, поскольку я имею достаточно большое количество опыта в наушниках, и сейчас еще раз готов повториться, не бывает ничего универсального. Особенно если это касается как раз таки звука. Не, ну вы, конечно, можете купить себе какие-то беспроводные Bluetooth-затычки для своего смартфона, и использовать их как универсальное решение для всего и везде, в том числе и на компьютере, для игр. И в какой-то степени они, возможно, вас будут устраивать. Но только лишь до того момента, пока вас не будет шанса сравнить с чем-то еще. Поэтому только вот в таких или подобных наушниках вы получаете виртуальный объемный звук 7.1, который будет давать вам четкое позиционирование внутри игры. Только в таких наушниках ваши ушные раковины не будут сильно потеть, потому что наушники одеваются поверх уха, а не вовнутрь. А благодаря большим драйверам, которые тут установлены, вы получаете хороший, качественный и действительно объемный звук. Поэтому у меня дома наушников очень много, и у всех разное предназначение. Так, ну а сейчас я, друзья, записываю звук непосредственно в игровую гарнитуру Pantheon GHP800 Pro. Оцените качество звука, громкость звука, насколько меня сейчас вообще хорошо слышно, и обязательно напишите об этом в комментариях. Я же, в свою очередь, хочу вам сказать то, что никаких эффектов усиления громкости я ничего сюда не добавлял. То есть все, как есть в оригинале. Из особенностей я могу вот микрофон вот так вот поднять. Сейчас я вот немножко подвину. Все, я его вот так вот поднял. Могу его опустить, могу его вбок отодвинуть. В общем, здесь вы уже настраиваете так, как вам будет удобно. Еще, что немаловажно, для этой гарнитуры есть программа на русском языке, в которой мы можем сделать некоторые настройки, такие как настройка эффектов, регулировка положения виртуальных динамиков, эквалайзер, и можем даже изменить свой голос. Ну а следующее устройство у меня на обзоре, это игровая мышь Pantheon PS150 Pro. Ее главной особенностью является дополнительное колесо прокрутки, которое находится сбоку под большим пальцем. С помощью него мы можем делать скролл вверх либо вниз, для, например, смены оружия в игре. И знаете, исторически так сложилось, то, что обычно колесо прокрутки у нас всегда находится посередине между двух клавиш. Левая клавиша всегда управляется указательным пальцем, правая средним, и если вдруг вам нужно сменить оружие в игре, то, как правило, вы это делаете указательным пальцем, тем самым теряя вот эти вот доли секунды времени. Производитель так подумал и решил, зачем нам тут большой палец, который все время висит и ничего не делает, давайте установим сюда дополнительное колесо прокрутки. И с помощью него мы можем вот так вот быстро менять оружие, тем самым не снимая указательный палец с крючка. Сразу могу вам сказать, что не получится у вас взять так мышку и быстро привыкнуть к этому элементу управления, но это действительно очень удобно и в целом решает, наверное, проблему многих геймеров. Также в этой мышке стоит один из лучших игровых сенсоров, PixArt 3335 с оригинальной линзой. PixArt, если что, это компания, которая специализируется на сенсорах в игровой индустрии и сотрудничает со многими мировыми брендами. Мышь имеет физическое разрешение сенсора от 100 до 16 тысяч DPI, еще можно программно разогнать до 32 тысяч, но кто так играет, я, честно говоря, вообще не знаю. Как по мне, так все, что выше 8 тысяч DPI, это вообще непонятно, что там еще уже происходит, но раз эта функция есть, возможно, для кого-то это будет полезно, так что пользуйтесь. Также, что особенно важно в играх, это частота опроса мыши. И все мы с вами знаем, что чем выше частота, тем быстрее отреагирует курсор на ваше движение рукой. Частоту тут можно настроить индивидуально под себя, от 125 до 1000 Гц. И для примера, при частоте опроса 1000 Гц время отклика составляет всего лишь 1 миллисекунду. Такие показатели до недавнего времени могли обеспечить только очень дорогие мышки, в ценовом сегменте от 5000 рублей. Ну а сорвать сенсор тут будет практически невозможно, потому как мышь поддерживает максимальное ускорение 40G. А как показали научные исследования, все профессиональные геймеры могут перемещать мышь со скоростью 30G, так что срывов и фризов у вас тут точно не будет. Что особенно мне понравилось в этой мышке, это то, что она очень эргономичная. Верхняя часть поверхности пластика выполнена из такого немного шершавенького материала. За счет этого рука на ней сильно не скользит и не потеет. И при этом очень даже достойно и четко обхватывает мышку при любой ситуации. На нижней части мышки установлены тефлоновые ножки. Они идеально гладкие и обеспечивают прекрасное скольжение хоть по обычному столу, хоть по любому коврику. Но если для вас важны именно доли секунды реакции, то лучше эту мышку использовать на специальном коврике. Например, таким ковриком может быть Pantheon GP56SL. Данный коврик прям очень большой. Его длина составляет 800 мм и ширина 350 мм, что позволяет разместить на нем не только мышку, но еще и кейпад или клавиатуру. Может быть что-то еще для вашего удобства. Ну а самое главное, то что сенсор мышки в этом случае будет работать идеально всегда. Потому как обычная поверхность стола, особенно если это стекло или глянцевое покрытие, может просто некорректно считывать информацию. А на этом коврике такого у вас не будет, так как верхняя часть коврика состоит из специальной ткани. По бокам у нас имеются качественно обшитые края, поэтому со временем он у вас не будет расклеиваться или как-то расходиться. Плюсом вы всегда будете чувствовать, где заканчивается сам коврик. Ну а нижняя часть коврика выполнена из резины, так что скользить у вас будет только сама мышь, а не все, что под ней находится. В общем, как вы поняли, коврик это действительно важно. Для мышей Pantheon также имеется софт, написанный на русском языке. Тут мы можем настроить чувствительность мышки, частоту опроса, подсветку, создать собственные макросы. Можно переназначить хоть вообще все кнопки. В общем, функционал данной мышки вообще зачетный. По моим впечатлениям, мышь получилась действительно достойно. У нее имеется весь необходимый и современный функционал на сегодняшний день для любого геймера. Она удобно лежит в руке, клавиши нажимаются четко. Ну а что особенно мне понравилось, это вся вот эта симпатичная подсветка LED Chroma Light. Смотрится реально очень красиво. Ну и последнее устройство, которое у меня сегодня осталось на обзоре, это игровой K-Pad Pantheon T7 Limited Edition. И сразу вам, друзья, хочу сказать, что подобных устройств у меня вообще никогда не было. И для меня это устройство вообще кажется немного даже странным, но в то же время я отлично понимаю тех геймеров, которые считают, что зачем мне покупать полноразмерную клавиатуру, когда я играю только в CSGO. И такое устройство тоже имеет место быть. Ну а самое главное, чему я тут был приятно удивлен, это то, что данный K-Pad оказался механикой. И вы сейчас меня можете спросить, ну механикой, механикой и что-то такого. А я вам, друзья, скажу. Вы послушайте, как она звучит. Такое ощущение, что она звучит буквально чуть-чуть громче, чем обычная мембранная клавиатура. Я еще ни разу в жизни не слышал настолько тихой механики. В данном K-Pad установлены красные игровые свечи. Каждое нажатие сопровождается очень тихим, приятным и мягким щелчком, как будто на мембранной клавиатуре. Но при этом сам щелчок и тактильная отдача практически отсутствуют. Сам K-Pad у нас спроектирован так, чтобы вы всегда могли быстро и легко получить доступ ко всем необходимым клавишам. Тут у нас также имеется подвижная съемная подставка под запястье, благодаря которой за K-Pad действительно удобно играть часами. Буквы и символы на клавишах у вас никогда не сотрутся, потому что тут применяется технология двойного литья. И в качестве примера вы можете увидеть у себя сейчас на экране, как выглядит двойное литье. И почему это покрытие никогда не стирается. Потому что внутри это тот же пластик. Он заливается в форму тогда, когда льется сама клавиша. А на дешевых клавиатурах наносится краска. У данного устройства, так же как и у всей периферии Pantheon, есть свой софт. Тут можно записать макросы, выбрать один из 10 режимов подсветки, можно еще настроить свой вариант и также можно переназначить клавиши. Ну что, друзья, вот такие у меня сегодня были игровые устройства на обзоре от бренда Pantheon. Если что, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам из этого понравилось больше всего, а что не очень, чем вы, так сказать, сами вообще пользуетесь. Также, если что, все ссылочки на эти устройства будут, как всегда, в описании под роликом. Можете перейти и более подробно ознакомиться. Ну а с вами был, как всегда, Колян. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, кто до сих пор еще не подписан. Также можете оформить спонсорскую подписку, как вот эти вот ребята. За что я вам хочу сказать отдельное вообще спасибо. В общем, друзья, всем вам желаю удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok